За последние два года социальное положение ветерану заметно не улучшилось. К такому выводу пришли члены районного совета ветеранов, говоря о размере пенсий, увеличении цен на лекарства и предстоящей замене льгот денежными компенсациями. Политика такая, что хорошего социального измечения ветеранов у нас не предусмотрено просто в законодательстве. Есть отдельно, но какие-то там льготы есть, такие крошечные, крошечные, а людям жить не нужно. Это тоже очень трудно, хорошо. Даже две остановки, ему, когда ноги уже почти не идут, большое дело проехать на этом транспорте. А тут надо, значит, изыскивать эти копейки, чтобы, извините, не копейки сейчас, а рубли уже большие. Защитить права ветеранов члены районного совета стараются своей активностью. Находят средства на дорогостоящие лекарства, санаторную помощь, погребальные церемонии. Благодаря первичным ветеранским организациям на предприятиях, имеется возможность награждать ветеранов грамотами и подарками. К сожалению, руководство совета с каждым годом активистов-ветеранов становится все меньше. Здоровье живущих год от года ухудшается. Все это ведет к потере общественной активности в ветеранской среде. Совсем скоро самому молодому участнику войны исполнится 80 лет, самому молодому. Им, перенесшимся тяготы войны, много раз раненым, вот теперь, через 60 лет после войны, зачастую вновь приходится лечить фронтовые болячки. Председатель ревизионной комиссии совета ветеранов рассказал в своем докладе о финансовой деятельности организации за 2003 год и 9 месяцев текущего года. Если в прошлом году в совет поступило 111 тысяч рублей, то в этом году сумма сократилась на 30 тысяч. За 9 месяцев районный совет поступило 80 тысяч 350 рублей. Из них 20 тысяч поступило от Московского областного совета ветеранов, а там было 52. Сейчас только 20 тысяч. И остальные 54 тысячи 360 рублей – это благотворительность 20 наших меценатов. После премий по докладам и выступлений приглашенных гостей состоялись выборы в руководящие органы Совета ветеранов. Большинство решило оставить борозды правления организации в руках Виктора Лобачева. Он будет находиться на посту председателя Совета еще 4 года. Но сегодня Министерство юстиции Московской области рассматривает вопрос о продлении этого срока до 5 лет.